Праздник, который согреет холодной осенью. В последнее воскресенье ноября ежегодно в России отмечается День Матери. И в преддверии такой знаменательной даты в стенах районной администрации прошло чествование многодетных матерей. Заместитель главы района Марина Наумейко поздравила женщин с предстоящим праздником. Пусть в вашей жизни будут побольше солнечных, ясных, добрых дней. А если и будут слезинки в ваших глазах, то только от того, что ваши дети успешны, что все, что вы пожелали, то, о чем вы надеялись, ваши дети обязательно исполнили. Разрешите мне, милые женщины, от имени главы муниципального образования Северский район Адама Шахмитовича Джарима поздравить вас с наступающим Днем Матери. Встреча прошла в теплой семейной обстановке без пафоса и громких слов за чашкой чая и разговорами о семейной жизни и детях. Материнство можно смело назвать самой важной и ответственной профессией на планете Земля. Поздравить мам с профессиональным праздником пришли творческие коллективы района. Материнская любовь безгранична, а сами матери достойны почитания и обожания. И последнее воскресенье ноября – это всего лишь еще один повод сказать мамам спасибо за то тепло и ту любовь, которую они нам дарят. К сожалению, ничто не вечно и створение рук человеческих. Свой срок годности и эксплуатации имеет каждая вещь. В особенности это касается электрических столбов. Если они неисправны или находятся в аварийном состоянии, это потенциальная угроза здоровью, жизни или имуществу человека. Жительница поселка Ильского Серафима Наумова знает о такой проблеме не понаслышке. Уже более двух лет ее домовладению угрожает накренившийся электрический столб. Серафима Федоровна живет одна, поэтому свои проблемы вынуждена решать сама. Три года назад женщина обратилась в РЭС за помощью. По ее просьбе были произведены только временные работы. Они зацепили трассом вот этот деревянный столб. А буром упереджение, а бетонный столб. И вот этот столб, видите, бетонный, искрошился. Арматура. Там они ямку прокопали, а потом от соседей притащили доску. И вот так рубан между столбами положили и уехали. Вот вся работа. И все одно письмо, другое, третье, что ремонт сделанный, значит столб нормальный. Ну я же сейчас думаю, ну дожди же. Он же, вот с той стороны совсем он уже крошится. Разбухнет, упадет на крышу же мне. Основание бетонной опоры разрушается с каждым днем. Понимая, что ситуация сугубляется, два месяца назад женщина обратилась за помощью в администрацию Ильского городского поселения. Выслушав проблему, местное руководство направило письмо в филиал Кубани-Энерго с просьбой заменить электрический столб. Спустя месяц пришел ответ, что по указанному адресу имеется опора. А замена ее планируется только в 2020 году. Улицам нашего поселка очень много деревянных столбов. Очень. И там менять их нужно будет еще долго, долго и долго. Ну и как они там планомерно намечают, каждый год по сколько-то столбов они должны менять. Вот в 17-18 год у нас заменено около 300 деревянных столбов на бетонные. Если такой крайне опасный случай вот по улице Черноморской, то естественно надо как-то просить, чтобы они это сделали сейчас. Женщина это Науменко, она, Наумова, она живет одна, она инвалид. И если там случится беда, что упадет столб, то там кому-то придется этот дом и ремонтировать, потому что это не упадет на крышу. Поэтому, конечно, этим вопросом нужно будет заниматься. В адрес Пау Кубаниэнерго поступила жалоба от Наумовой Серафимы Федоровны, проживающей по адресу улица Черноморская, 40, поселок Ильский, на неудовлетворительное состояние опоры, находящейся возле дома. Данная опора, ее замена была включена в ремонтную программу 2020 года. Но в связи с тем, что опора угрожает падению, на сегодняшний день было принято решение заменить ее в первом квартале 2019 года. Упадет электрический столб или дисциплинированно дождется запланированных ремонтных работ в новом 2019 году, остается только гадать. Зима уже началась, но какой она будет, неизвестно. Наша съемочная группа продолжает следить за ситуацией. Уважаемые жители Северского района, наступление холодов сопровождается активным использованием обогревательных устройств, и именно они традиционно становятся причиной основного числа пожаров. Чтобы уберечь себя и своих близких от возгораний, следует помнить о мерах безопасности при эксплуатации газового и электрооборудования. Не пользуйтесь электрооборудованием, выключателями и розетками, имеющими повреждения. Не окрашивайте краской и не заклеивайте обоими открытую электропроводку. Не включайте несколько электронагревательных приборов большой мощности в одну розетку. Покидая свой дом на длительное время, убедитесь, что все электронагревательные приборы отключены. При эксплуатации газового оборудования запрещается открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен ручной запальник. Сушить белье над газовой плитой. При появлении в доме запаха газа необходимо отключить электрические и газовые приборы, перекрыть газовые краны, проверить подвалы. Если запах газа остается, даже при проветривании необходимо вызвать аварийную службу. Уважаемые жители Северского района, газовое оборудование, находящееся в доме, должно быть в исправном состоянии. И помните, пожары лучше предупредить, чем остановить. При пожаре звоните 112-01 или сотового телефона 101. Северского района, Евдокия Бершанская, Екатерина Великая, Александр Суворов. Одно из этих имен будет присвоено нашему аэропорту. Проголосуй, Краснодар. Конкурс «Великие имена России». Время признаний. Легендарный дизайнер Карл Лагерфельд открыл праздничный сезон в Париже. Вместе с мэром Анн Идальга он зажег рождественскую иллюминацию вдоль одной из главных улиц французской столицы Елисейских полей. 400 деревьев, ведущих к триумфальной арке, усеяны мерцающими красными фонариками. Эти декорации разработал сам Кутюрье. Ранее Париж украшали золотые гирлянды. В мэрии Парижа сообщили, что количество потребляемой энергии будет равно годовому употреблению электроэнергии двух парижских семей из четырех человек. В прошлом году гирлянды на Елисейских полях зажгла актриса и модель Лили Роуздепп. Иллюминация будет включаться ежедневно с 17 вечера до 2 часов ночи. А начиная с 24 декабря праздничные огоньки будут освещать улицу в течение всей ночи. Редактор субтитров А.Семкин